Приветствую вас на канале профи. Сегодня интересный ремонт смартфона Xiaomi Poco M3 с довольно актуальной и популярной проблемой. Не включается после перезагрузки и не заряжается. В основном эта проблема стала заметна после выхода обновления. Пользователи не могли включить смартфон после перезагрузки аппарата. Но данная проблема была и до выхода этого обновления. На ютубе есть ряд видео, якобы устраняя данную неисправность, устанавливая перемычку, тем самым обходит микросхему защиты напряжения. На GSM форуме многие уже высказались по этому псевдорешению, поэтому повторяться не буду. Данный аппарат выпадает в даунлоудер 9008 и всё. Прошивка аппарата также ни к чему не приводит. Только отключение КБ на некоторое время, чтобы включить смартфон и до следующей перезагрузки. Сегодня покажу способ, который также не стопроцентный вариант, но согласно статистике форумчан после возвратов не было. В общем, начинаем. Разбираем смартфон. Вынимаем сим-лоток. Снимаем заднюю крышку. Откручиваем винты верхней защитной части. Снимаем её. Отключаем АКБ и шлейф сканера. Далее межплатный шлейф и коаксиальный кабель, чтобы вынуть системную плату. Отключаем камеры. Итак, нам нужно снять вот этот маленький экран. Согласно опыту мастеров с форума в нём дело. Но почему из-за него смартфон не включается, версии неоднозначные. Изолируем системную плату от высоких температур фольгой. Добавляем немного флюса и пропаиваем экран свинцово-содержащим припоем, так как завод ставит их на бессвинцовку. Пропаиваем с тех сторон, где достанет жало паяльника. Закрепляем на держателе и феном разогреваем экран. Температура 330 градусов, поток минимальный. Паяльная станция Лукея 702. После снимаем экран пинцетом. Теперь нужно промыть плату вокруг и под ранее установленным экраном от флюса изопропанолом и феном сушим. Одна из версий, что дроссель, стоящий под этим экраном, пробивает на этот самый экран. Другая версия, что остатки флюса и припоя после завода являются источником данной проблемы. Итог 1. Возвратов не было. Подкинем плату и проверим, включается ли смарт. Не подняли ли мы какую-нибудь микросхему нагревом. Подключаем все шлейфы. Включаем. Прижмем получше плату контактом шлейфа кнопки включения. Как видим телефон включился. Подключим зарядку. И зарядку тоже принимает. Нажимаем кнопку включения и удерживаем для перезагрузки. И смартфон перезагружается. Теперь нужно изолировать место на рамке, где находился экран. Для страховки. Термоскотчем. И собираем смартфон в обратной последовательности. Контрольная проверка. Включаем, подключаем зарядку и перезагружаем его несколько раз. Контрольная проверка. Отлично. На данный момент неисправность отсутствует. Но является ли стопроцентным вариант со снятием этого экрана, покажет только время. С нетерпением жду ваших комментариев под этим видео. Что вы думаете по данному ремонту? Обязательно участвуйте в нашем розыгрыше. Подробности по подсказке или по ссылке в описании. На этом я с вами прощаюсь. Всем прямых рук и до новых видео. Пока.